Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. По скайпу занимается нас, идет Слово Божие, проходили послание Иуды. Я его называю апостолом Иуды. Самым грозным посланием. Сколько. Но там есть у него два стиха, а даже один стих, который непонятно откуда он зашел. Это каноническая книга. На эти стихи есть толкование, но никто в это не входит. Почему? Это единственный стих в Новом Завете. Единственный, который в недоумение вводит. Он говорит, Михаил Архангел, 9 стих, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. И на это говорят, поэтому не надо никак говорить. С кем разговариваешь, кто там еретик, не еретик, беззаконник, хулитель. Ты можешь сказать, только запретить тебе Господь, больше ничего нельзя говорить. Вот такое есть мнение. Почему? Ну, потому что даже Архангел Михаил и то не сказал укоризненного слова. Говорил с ним, укоризненного суда, не слова, суда. Понимаете, когда начинаешь задумываться, то вопрос еще один возникает. В Новом Завете неоднократно делаются ссылки на события в Ветхом Завете. Это особенно 1 Коринфян, 10 глава, подряд перечисляет. Послание к евреям, описание. Чтобы ссылаться на то, чего нет в Ветхом Завете, вспоминайте жену Лотова, мы считаем. Как было в одни Ноя, Христос говорит про Ноя, мы считаем. Здесь говорит об Архангеле Михаиле с дьяволом. То есть это где-то в других сферах, будто бы. И с Моисеем в теле спорили. А где он похоронен, никто не знает. По порядку начнем. Но хоть один человек знал, где он, никто не знает. Иисус Новин, никто не знает. Никто. И никто никому не сказал, где. Тем более, видеть Архангела Михаила, дьявола. Понимаете, такого вообще даже в Писаниях нигде нет. И в Ветхом Завете нет. Здесь делает ссылку. Откуда он взял? Я вопрос задаю пока. Откуда? Повторяет только единственное вот это место во всей Библии, которое требует рассмотрения. Оно буквально сверкает непонятными. Откуда? Оказывается, книга Еноха существует. И не одна книга. Я вот все ими занимаюсь, книги смотрю, там Небесный град, устройство его, что пишут. Эта книга никогда в Церкви Христовой не считалась, как в Эпиопской, не считалась канонической. Кто автор ее, тоже неизвестно. Книга Еноха. А там написано то, что и после Еноха там было, ну как книга, допустим, Второзакония. Моисей не мог же писать о своей смерти. Ясно, что дописывал Иисус Новин. Хотя все книги считаются Моисеевы книги. Вот тут явно, вот мы считаем творение Златоуста, а там одна часть творения святого отца нашего Яна Златоуста. А потом спурио с середины примерно. И написано, творение приписываемое Яну Златоусту. Но есть такой том, где написано после спури еще дубия. Там говорится, творение неизвестно чьи, но мы их поставили сюда, потому что больше всего речь похожа на него. Похожа. Но не его речь может быть. Но внизу делается иногда ссылка. Кто бы это ни говорил, это неверно. Но оставили как есть. Но не мог говорить, допустим, Павел, говорить об Арии. А там такое, Ария о Павле мог говорить. А он не мог говорить, потому что жил тот позже его. Вот здесь тоже. А о чем речь? Вот 10 стих как раз и ставит на место. Я думаю, из-за 10 стиха в канон вот эти слова остались здесь. А сии злословят то, чего они знают. То есть речь идет о людях, которые злословят то, чего они знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевают себя. Но речь идет, конечно, не об Яне Златоусте, который самыми крепкими выражениями пользовался. Его считаешь, страшно делается даже. Какое он имел прозрение, видел. Змеи, ползучие гады. Еще только он там их награждал. Какими эпитетами? Нет, да запретить тебе Господь. Давайте посмотрим, кто разговаривает. Разговаривает архангел Михаил. Сошлемся на этот текст 9 стиха Иуды. А что в нем? 12 глава Откровения говорится. И прознашла на небе война. Михаил воевал с дьяволом, Люцифер. И он пал. Он Михаила очень хорошо помнит. Он не забывает ничего. Если он его победил и пригвозил, ну, ясно дело. Если бы Гитлер попался в плен и к Сталину привели, его в клетки привезли бы. Ну, Гитлер бы всегда помнил Сталина. Ну, я к примеру так говорю. Они оба-то одинаковые. Даже хуже один другого. Вот. Злосовят, то говорит кому. А эти люди, то есть после этого-то. Злосовят еще не знают. Не знают. Что по природе знают? Скакать друг на друга. Быщок на телку. Жеребец на кобылу. Этим расслевают себя. Ну, и дальше считайте, что есть. А, вот как. Вот почему, может быть, он и взял их. Для такой контрастности. А сам этот пример ниоткуда неизвестен. Только в книге Еноха очень похожее место есть. Ну, что он имел в виду? А теперь, а почему он спорил? Ну, тут два варианта. Первый вариант, что он не достоин погребения. Такого погребения, чтобы достойно было. Потому что убил египтянина незаконно. Считает. И второе. Чтобы не погребали, а сделали из него саркофаг. Поклонялись как Ленину или как мощам в раке. То есть отвезти от Бога. Бог повелел сделать медного змея. И люди, кто уже ужаленные, уже глаза закрываются. Ну, открой глаза, глядь. Только взглянул и выздоровел. А потом стали посчитать этого змея, как Нехуштан. Ну, и тогда пришел человек верующий, истребил его, и стер в пепел. В ничто превратил. То есть существует грань. Пока просто взгляните и от кукуса змеи исцелитесь этим змеям. Это указывало на Христа. И на это ссылка делается, как змея вознес... Ну, было это? Да, было. Это ссылка. Здесь ссылка делается на события, которого нигде нет. Нигде в Ветхом Завете его нет. Если кто знает, покажите мне. Я считаю Библию и не нахожу. И тем более видеть невидимый мир, где никто не был, это вообще супероткровение какое-то уже. Непонятно. В Новом Завете. Я привожу пример. Святые какие там апостолы знали это? Вот это. Михаил Архангел спорил. Матфея. Увидев же Иоанн многих фарисеев, и саддукеев, идущих к нему креститься, идущих к креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Вот это он окрестил их. В крещении можно принимать любое имя христианское, изменить свое имя. В крещении имя нарекается. Вот у нас, где Геннадий Фаст, священник, он Генрих, избрал это имя. У нас был Эдуард, крестился. Крестился, у нас нет святого Эдуарда, там в англиканской церкви есть. И назван был Севастьян, он сам избрал. Я знаю таких людей. Матфея 23, 33. Уже не, а он креститель говорит, Господь, змеи порождение ехиднины, как убежите в это суждение в Гену? Опять же о том самом, как убежите? Это змеи. Ну, так это, а почему он не сказал? Да запретит тебе Господь. Значит, не о том там речь идет, а что нельзя сказать грозными словами. И мы увидим, что никто не придерживался этого выражения, которое сказал Михаил Дьявол. Никто. Это как вот стяжи дух мирный, и спасутся вокруг тебя тысячи. Или соберутся, там по-разному толкует. Серафим Саровский сказал, но сказал ли он? А если сказал, то было ли у него, с ним-то это тысячи собрались ли? Речь идет о спасении. От этого никто не спасется. Не от того, что дух мирный. Дух мирный, я заговорю, а не к войне. Не мирный ли был Павел? Есть такие, которые прямо называются «Кратчайший, как Моисей». Но никто столько казни совершил, как он. Семь народов истребить надо было павильона. И все это было сделано. Живем в ад, люди в преисподнюю, Саши. Но Бог дал ему название «Кратчайший». И мы должны согласиться. Не за себя. За дело Божие. И Анна Тауз говорит, когда кто-то хулит царя, и ты заградишь эту хулу, ударишь его, царь узнает, похвалит тебя? Да, хулит царя небесного. Заградил ударом его уста, то есть призывает даже к битью. А у иудеев, как он в этих словах, шесть слов, к иудеев, там восемь, что он говорит? Деяние. Павел говорит. И сказал, «О, исполнены всякого коварства, всякого злодейства. Сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать прямых путей Господних?» То есть он говорит человеку, который перед ним стоит. Все, он не знал, что Бог сказал, «Да запретит тебе Господь». Только сказал бы, «Да запретит Господь». Почему он Павел так не сделал? А смотри, какими эпитетами наградил. «Исполнены всякого коварства, всякого, всякого злодейства. Сын дьявола». Ну, это осуждение, ну, конечно, осуждение. Чего что-то говорит-то? И однако, ну, там, говорится, злословие то, чего не знает, а он-то Павел знает. И Павел не расслевался, как бессловесное животное. Колоссиным, 4,6. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Не просто елейное, милое, дорогое, хорошее. Иногда и соли надо насыпать. Солью». Ну, объясните, что означает солью. То есть грозно. С указанием на гиенну. «Ибо все столы наполнены отвратительной, блевотиной. Нет чистого места». Это отношение, слова кому-то сегодня относятся? Слова относятся. «Да что, это ласковые слова? Да запрети тебе, Господь». Нет, сначала характеризовать надо. Павел говорит, Иоанн говорит, «Уж ученик любви, Диатреф нас не принимает, и кто нас принимает, изгоняет. Я приду, напомню, что он сделал. И Александр Медник много сделал зла. Я приду, напомню». А в личном общении, что он про него рассказывал? Все, что они делали, враг всякой правды. Считаем. Иоанн 8,44. «Христос сам пример из примеров». Он говорит, «Ваш отец дьявол». Это говорит людям, которые стоят. Сказал, «Запретить тебе, Господь?» Нет, надо показать. Этими словами пользуются все, кто сегодня говорят с евреями. «Да они же сатана избраны, а не Богом избраны». Я говорю, «И за эти слова ответишь?» Обещание, данное иудеям, в Аврааме, неотменно. Это избранный народ, Бога избранный. Но не туда идет. Не то делает. Все народы ограблены им. Это другой вопрос. Еще новый президент Дональд еще не вошел на престол, а уже говорит, клянется там и дед у него, и зять еврей. И он евреям будет помогать, разбомбить. Любой Иран, Ирак, и все ИГИЛы полетят. То есть, еще не на престоле. Почему? Кто выдвинул, и он заранее им клянется. И они улыбаются, сидят. И мы должны согласиться. Маленькая там полоска где-то, и не могут ничего сделать. В 500 раз больше территория у мусульман, и ничего не могут сделать с этой полоской. И главное, никому нельзя иметь атомное оружие, а евреям можно. В любой момент могут шарахнуть. Вот тоже как. Просто говорю, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала, то есть, вы все убийцы. Не устоял в истине, у вас нет истины в евреях. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, он отец лжи. То есть, вы все лжецы. Это о коммунистах, фашистах говорится. Апостол бы сказал, да запретить тебе Господь. Вот это характеристика на тысячелетие. Первое корресло. Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема Моренофа. Но кто не любит Господа, да запретит им Господь. Нет, анафема. Анафема это в миллион раз больше, чем то, что люди могут сказать. Почему? Проклятие. Отвержение, непринятие, неспасение Моренофа. Галатам. Но если бы даже ангел, мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали, да будет анафема. Ну, сказать, да запретить тебе Господь не то благовествовать. Анафема ему. Отрясти прах с ног их. Беседуйте с еретиками где-то. Анафема им. Анафема отстанет в церкви, это чин есть. Анафема, анафема. Воспомните Куприна. Как прежде вы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, не расслевается похотью, как животное. Но просто не то, что вы приняли от апостола. Да будет анафема. Одно слово анафема заменяет все, что люди могут сказать, материть, бить. Это ниже намного, чем слово анафема. Там можно покаяться. Анафема это все. Беспокаянно, навсегда. Первое Коринфянам, я говорю, 10.1. Обратите внимание, сколько он перечисляет примеров из Ветхого Завета. И нигде, ни разу не ссылается на то, на что ссылается Иуда. Откуда он это взял? Повторяю, это единственное место в Новом Завете, которое заставляет задуматься. Не взято ли это? Ну все понимают, если он это взял, то взял только с ней с апокрифа. А это уже никуда не годится. Но годится тогда, когда дается, кому это сказано было. И тогда апостол Павел говорит, ну и критянин живый, утробы ленивые звери, а берет из кого? Из эпиктета. Ну автора древнегреческого. То есть брали, и не раз брали оттуда. Деяния. Павел говорит, знаешь, что по отшествии мое войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Это к эпистопам, к священникам, он их призвал, когда из Мелита. Мелитий был. А почему не сказал? Они неправильно говорят, чтобы увлечь за собою превратно. Да запретит им Господь? Нет, лютые волки сначала им, клеймо навешайте. Бирку им дайте. Проколите им уши. Вот кто не согласен, меня интересуют именно эти слова. У кого какие, где мнения? Я не считал, нигде не нашел. То, что сейчас говорю. А некоторые, ну, ничего не знают, с людьми не трудятся, а это вот так сказали. Прелюбодея, значит, прелюбодея моего назвать. Да запретить тебе Господь. А Яков 4.4 говорит, прелюбодея, прелюбодейся. То есть, духовная проституция идет в храмах. У институтов везде, кто дружит с миром, вражда против Бога. Враг Божий. Ну, если ты враждуешь, ты враг. Почему не сказать? Да запрети тебе Господь. Кто сказал? И слова архангела Михаила имели вес. Я неоднократно уже говорил. Дьявол приступил ко Христу. Три искушения. Как объясняет это Федор Михайлович Зостоевский, три искушения. В себя вбирает все искушения мира. Хлеба там, зрелищ, чудо, власть. Это все вот в это, все включается. И Господь трижды отвечает цитатами, цитатами из Ветхого Завета. Не нового, его еще не было. А почему Сатана не возражал? Я не знаю, но мне кажется, вот показывает фильм Моисей, и там, когда заповеди Бог дает, и вокруг скалы обвивается луч, как лазерный, и плавит скалу, и скала, ну, где буквы вырезаны, а плавляется, камень падает вниз. Видимо так. Когда говорит, напоминая ему, Писание Божье, он не может слова сказать. И он безмолвно отступает. Третий раз, ничего, опять места Писания, Сатана уже считает живые помощи, на руках понесут тебя. Не обманывай. Хоть он и считает, но есть контрдовод. Этот контрдовод Христос приводит. Я думаю, когда обеседовали они, тот говорит, запретить тебе Господь, если такие слова были, Михаилом сказаны, то запретить тебе Господь смущать братьев, клеветавший на братьев день и ночь, сошел в великой ярости. И там ему Бог сказал, и впредь, да запретить тебе Господь. Он знал, что за этим. Это битье, раны. Он будет сброшен. Ну, Джон Буньян, это потерянный, возвращенный рай, там подробно показывается, как горами, утесами кидались. Ну, образно, конечно. И вот здесь точно так. Когда он эти слова говорит, если он говорит, то это означает, ему все это пришло на память и прожгли его эти слова. И поэтому ему не надо ничего больше было говорить. Это сакральные слова, которые он, может быть, последние слова слышал на небе, когда был сброшен. И поэтому мы, когда говорим с человеком, первый раз видим, они для него слова наши ничего не значат. Я ему должен доказательства говорить. И так, да. Ну, особенно посчитайте, я ссылаюсь на блаженного Веронима Стридонского о нравственности священства. Когда он написал трактат, такую книгу, то язычники переписывали. От него все друзья отвернулись, что ты сделал, мать церковь раздел. А теперь, кто это говорил, никого нигде нету. Блаженный Вероним у них почитаемый в Западной Церкви, как у нас Иоанн Златоуст. Какие грозные слова. Почитайте и према Сирина, что он говорит. Василий Великий. Какими словами? Вот только пал, был убит Елен Отступник. И в это время с радужа раздался. Пало мерзкое животное. Ну, а почему не сказать, да запретить тебе Господь, да илейным таким голоском. Ну, ты враг всякой правды, ты сын дьявола. Нет, там гремело все. И какой интонации, каким голосом, каким тембром это передать может только уже, кто действительно проникся в это. И поэтому ссылаться на слова Иуды, 9 стих, надо знать, о чем он там говорит. И под него подгонять сегодняшнее нельзя, потому что дальнейшие стихи разъясняют, к кому он эти слова обращает Иуда. И то, что он взял из апокрифической книги, ну, тоже, оправданная церковь, книгу эту Иуды, послание, включила в канон. Но было ли это, или не было, вот, допустим, говорится, сам Господь сказал, блажение давать, те же и принимать. Где он сказал, нигде этого нету. Но святые столковали, что, значит, было Павлу открыто лично ему. Сказать, что Иуде это было открыто, нет, это, он не встречался с Господом, это событие отстояло слишком далеко от него, но такое дело. Все на этом. Так, где у нас Владимир-то ушел?